Утро понедельника началось как обычно. Ненавистный будильник прозвенел ровно в восемь, напоминая Кае, что пора вставать на занятия. Да, встаю я. В общем, обычное начало обычной недели. Утренние ванные процедуры, фирменные мамины панкейки. Кстати, а где панкейки? Мама никогда не забывает приготовить завтрак. Мам? Пап? Эй, есть кто-нибудь? Куда все подевались? Мамочка, папуля! Эй, братишка! Мам, да где же вы? Неужели я и правда дома одна? Странно, такого никогда еще не было. В мире исчезли все люди. Что? Это утро оказалось совсем не таким, как остальные. Кая осталась совершенно одна на всей земле. О, нет, 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 что же теперь делать? Это же восхитительно. Лучшие дизайнерские наряды будут моими. Никаких правил, никаких запретов. Я могу делать все, что захочу. Захочу побольше денег? Пойду и возьму их в ближайшем банке. Мои денежки. Уху! А захочу, буду купаться в деньгах. И почему бы не слетать в космос? Этой планете чего-то не хватает. Точно, немного блесток. Ха-ха, мне теперь можно все. В предвкушении полной свободы могут сниться только такие сны. После таких новостей первым делом нужно отправиться в колледж. Ау! 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 Видимо, я и правда совершенно одна. Ну уж нет, этим зазнайкам здесь не место. Так-так, готово. Вот эта студентка давно этого заслуживает. Пара уже началась, а я опаздываю. Стоп, о чем это я? Все равно здесь никого нет, кроме меня, ну и этого скелета. Извините за опоздание, мистер Уайт. Раз уж колледж пуст, и Кая может не бояться наказания, значит, можно расслабиться и вести себя так, как всегда хотелось. Ой-ой-ой-ой-ой, какой сложный тест. Может, одногруппник подскажет? Только какой? Здесь же нет никого. Где бы найти ответы? А вот, кажется, и они. Смотрите, мистер Уайт, там птичка. Да, списывать гораздо легче, если никто не следит за поведением студентов в аудитории. Вот наивный. Пятерка мне обеспечена. Эй, а куда делся скелет? Эф? Но кто это сделал? Мистер Уайт? Я что, уже схожу с ума? Обычно шумная и заполненная голодными студентами столовая выглядит теперь так одиноко. Но это значит, что... Никакой очереди, да и брать можно все, что пожелаешь и сколько пожелаешь. Устрою-ка я игры с содовой. Давай, Кая, ты можешь. А теперь еда. Это так весело. Вот бы здесь были мои друзья, мы бы здесь такое устроили. Ланч готов. Пора подкрепиться. Салфеточка обязательно. Нож в правую руку, вилку в левую. Но к чему эти церемонии? Поехали. Видимо, Кая действительно очень проголодалась. Ой, кажется, я слегка не рассчитала свои силы. За что? Следующая остановка – торговый центр. Здесь Кае точно есть чем заняться. Столько красивой и дорогой одежды, и всю ее можно брать абсолютно бесплатно. Настоящий рай для истинной модницы. Все мое, я сейчас потеряю сознание от восторга. Только вот кто же подскажет, какие именно платья подходят лучше всего? Жаль, лучшие подружки Каи тоже исчезли. С ними шопинг был бы гораздо веселее. Пройти мимо кассы не заплатив, внезапно проснувшаяся совесть Каи ей не позволила. Сдачи не нужно. А нет, все-таки позволила. Пришло время воплощать свои мечты в реальность. Оскар за лучшую женскую роль получает Кая. Ах, это так неожиданно. Тем более в мире, где всем правит Кая, ее желание исполнить проще простого. Извините. Вот и настал мой звездный час. Всем добрый вечер. Хочу поблагодарить вас за оказанную мне честь. Спасибо, что оценили мой труд. Не мешай, Хантер. Признаюсь, это была непростая роль. Так что эта статуэтка для меня особенно важна. Ах, она будто создана для меня. Не правда ли? Спасибо. А теперь приятного просмотра. Фильм получился весьма занятным. Вот только никак не пойму, комедия это или трагедия. Это мой любимый момент. Как трогательно. Да уж, все-таки эта авторская короткометражка вряд ли нашла бы свою аудиторию. Это что, камера? Ой, и правда. Круто! Да, и вещей набрала, и звездой стала. Вот это джекпот. Да, это она, настоящая космическая станция. Я так давно мечтала сюда попасть. О, а это должно быть пульт управления. Ой, похоже, я случайно запустила ракету. Что же теперь будет? Ха, уверена. Ничего страшного. Кая настолько уверена в абсолютной безнаказанности, что ее шалости вышли на новый межпланетный уровень. Готово. Остается только одно. Да, начнется шоу. По-моему, получилось красиво. Кая. Кая, ты лучшая. Ран разбила. Случилось самое ужасное. И кто теперь починит? Мастера ведь тоже исчезли. Хм, а почему бы не попробовать себя в роли мастера? Уверена, чинить вещи не так уж и сложно. У меня получится. Приступим. Починка смартфона – дело непростое. Неужели Кая действительно думает, что сможет все сделать сама? Наивная. Почти готова. Завершающий маневр. Есть. Вышло даже лучше, чем я ожидала. Алло. Ой. Нет, это бесполезно. Мне не нужен тост. Мне нужен мой смартфон. А вообще-то новенький гаджет мне не помешает. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Что? Камень, ножницы, бумага. Ой-ой. Бу. Ну все, это конец. День выдался очень насыщенный. И Кая решила заняться своим привычным вечерним делом – проверкой инстаграма. Ни одного лайка. Постойте-ка. Вы думаете о том же, о чем и я? Знакомьтесь, моя новая подружка Барбара из Калифорнии. Барбара, мне так нравятся твои фото. Совсем скоро твоя страничка будет мега популярной. О, увы, с Карлсом прекрасная пара. Просто идеальная. Не поняла. Барбара, смотри. Этот усатый Дон Джоан променял тебя на какую-то мадам в парике. Он разбил мне сердце. О нет, милая, не плачь. Он не стоит твоих слез. Знаешь что? Мы так просто не сдадимся. Эй, дамочка, никто не смеет отбирать парней у моей лучшей подруги. Прощай. Карлос, как ты мог? Это не то, что ты подумала, Барбара. Я тебе верю, Карлос. Ах, это любовь. Кто-то звонит. Не может быть. Алло, алло. Алло. Доченька, вставай, панкейки готовы. Что? Мама? О нет, это был всего лишь сон. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok